И так еще раз здравствуйте, официально здравствуйте. Мы с вами находимся на курсе, на курсе семинарии, на небольшом отрывке будущего курса, который называется инфографическая презентация в Powerpoint. Таково название. И возможно курс, если он будет, он будет называться точно так же. Что-то вроде инфографики в презентации, инфографическая презентация. В настоящий момент в центре специалист есть три уровня изучения этого вопроса, а именно уровень 1 и уровень 2 технического характера. И уровень 3 это тренинг, подготовка и проведение презентации. Это будет еще один технический курс. Зависит его судьба будет от того, насколько мы вообще будем заинтересованы в этом направлении. Я покажу вам, как используется инфографика, какие инфографические элементы, сервисы и прочее можно задействовать в своей работе, насколько привлекательной будет выглядеть презентация и надо ли это нам. Зовут меня Инна. В нашем центре специалисты я работаю, пожалуй, около 8 или 9 лет. Началось все с базовой компьютерной подготовки, затем все выросло в направлении офиса и в графику. Photoshop, Corel, ну и последняя любовь Excel. Цель нашего с вами семинара – это обзор инфографики ее элементов и использование в PowerPoint инфографических элементов. Изучение сервисов, которые будут представлены ниже по курсу, ну такое смешанное ощущение оставило. Таскать ли все это в PowerPoint? Вопрос. Или все можно сделать вообще где-то там, не трогая вообще PowerPoint? Несколько сервисов, которые я рассмотрел, уже говорят о том, что в PowerPoint все-таки бегать надо. Это основная платформа Office. Здесь дальше все привычно, все знакомо. Доделать, композицию, расставить. Многих команд не хватает на онлайн-сервисах, а именно такие команды, как выравнивание более тщательное, возможно, оформление задать более заковыристое. Ну и, разумеется, обмен между пакетом Office проходит в более привычной форме, в более привычной среде. Именно PowerPoint, Excel, Word – то, к чему мы привыкли. Поэтому все-таки решила оставить PowerPoint как основную оболочку для инфографических элементов. Элементы инфографики в настоящее время – это разнообразные иконки, фото, фон, разумеется, карты, которые можно бесплатно, я отмечу, получать с онлайн-сервисов и различного рода диаграммы. И самое интересное – это дополнительная информация по нашему курсу. На этом я даже вводную презентацию заканчиваю и рекомендую сразу посмотреть, что я вам хорошего принесла в этой папочке. Помимо графических, откровенно, я собрала небольшую информацию о том, кто в нашей стране, а также за рубежом задает вообще том в деле изготовления презентации. Это список авторитетов. Как-то странно звучит, понимаю, авторитеты, я им еще оформила. Ранжирование здесь по порядку не означает, что чем-то хуже, чем-то люди. Эти все остальные… Гендерный состав мужской исключительно, сайты приведены. Таким образом, опираясь на… Вернее, заявляя какие-то… То, что заявление будет с моей стороны, что что-то красиво, что-то некрасиво, я буду отвергать оценочное осуждение свое, что это не мое, это не мое. В деле дизайна и в деле композиции, расстановки элементов лучше вообще себя всякую ответственность снимать. Это сделал Каптерев, это сделал Алексей Бурба, или вот так заявила Амир Абдулаев. Ну, а еще лучше перейти на следующую страничку и опираться на тех, кто задает эти тенденции на уровне мира, а у нас они подхватываются на уровне России. Это Нэнси Дуарте, это Джин Железный, это Эдвард Таффи, особенно если почитываете англоязычную литературу. То это уже вот, вот это реальная основа, я бы так сказал. Также, я считаю, полезно для вас будет посмотреть полезные ресурсы сервисов. Они так и называются. Полезные ресурсы сервисов – это еще один PDF-документ, в котором я объединила, где надо искать. Согласитесь, Яндекс.Картинки, Гугл.Картинки – это все хорошо, правда ведь? Но основной минус подобных сервисов – это крайняя заезженность изображений. Презентация должна освежать, должны быть иллюстрации, которые элемент новизны, а не просто изображения, на которые отзывается личный опыт аудитории. Заезженность все-таки в фотографиях – это не самый привлекательный момент. Когда мы формируем цифровую диаграмму, мы должны опираться на определенные алгоритмы, Джина Железный, например, и он-то как раз-таки выводил свои алгоритмы так, чтобы не было сопротивления у аудитории. То есть вы говорили, показываете все то же самое, что аудитория уже знает, но это у нее находится в голове. А к фотографиям это не относится. Как можно больше элементов новизны, чтобы было им, конечно, эмоций. Данный список сервисов позволит вам найти интересный шрифт, проанализировать шрифт на сайте, подобрать цветовую палитру, найти иконки в интернете, найти фотографии. И это все законно, и элементов пиратства в этом нет. Ссылочка здесь от коллег, которые составляют обзор этого сервиса, этих всех сервисов, ссылки, как работать, видео на YouTube также будут представлены. Ну и последнее, что хочу сказать. Полезные ресурсы для инфографики. Это еще один список о том, как, где почитывать информацию об инфографике. Такой приличный список. И еще один, наверное, самый полезный список, это где можно инфографику создавать. Я взяла самый первый. Я взяла самый первый пикто-чат, и мне он уже понравился. Именно туда мы с вами будем заходить, в пикто-чат, время от времени. Пикто-чат.ком, полная версия сета. Это полезный ресурс нашли. Полезные ресурсы для инфографики, лучшие влоги, веб-сайты. И вот они, инструменты. Пикто-чат. У него есть свои недостатки, но как минимум он позволяет совершенно бесплатно создать инфографику, блокируя, конечно, какие-то отдельные моменты. То, например, вставляет логотип свой. Ну да, от этого избежать нельзя в бесплатном режиме. В общем, возьмем его за основу. Возьмем его за основу, где все брать. Ну и подарок по нашему курсу. Подарок по нашему курсу. Подарки сразу раздаю, а то распирает. Как же держать такую информацию полезную. Бизнес-айконс. Вот это вам подарок по курсу. Стандартные иконки. Стандартные иконки, которые можно, разумеется, копировать, вставлять, перекрашивать, делать с ними все, что угодно, вставлять в вашу презентацию. То есть это как можно не пользоваться онлайн-сервисами, а вот готовая библиотека из них. Бизнес-айконс. За это я благодарю одну компанию, которая называется, ее логотип представлен на первом сайте, на слайде presentationload.com. Это сайт немецкой компании с поддержкой английского языка. Часто компания совершенно бесплатно предоставляет бесплатные шаблоны, которые можно скачать, и которые можно купить платные интересные вещи. И все, что она продает, совместимо, абсолютно совместимо с программой PowerPoint. Вот эти все бесплатные композиции, все это можно разбирать на части. Вот карта мира, например, которая на восьмом слайде находится, она вся у нас векторная. То есть все это перекрашивается, все это копируется в PowerPoint, размещается. Отнеситесь к этому как к бесплатной библиотеке для будущих инфографических презентаций и не только. Итак, все, что я показывала, я быстренько оговорила. Презентация бизнес-айконс в вашей папочке. Полезные ресурсы сервисов, полезные ресурсы для инфографики также в вашей папке. И уже можно начинать показывать конкретные инфографические презентации в качестве примеров. Все это берется, все это перекрашивается, все это используется. Для примеров хочу показать вам презентацию, которая не этого года, старенькая достаточно презентация. Из нее, кстати, видно, что направление инфографики в презентациях это не новинка, на чем я даже и не настаиваю. Пример инфографической презентации из этой же самой папки. Пример инфографической презентации в формате PDF 2011 года описывает информацию о том, видимо, как развитие происходило, статистика положительная выдается. И можно отдельно, вот прямо-таки взглядом отхватить инфографические элементы. Вот, наверное, хорошо особенно видно на третьем слайде. Вот, пожалуйста, личное мнение. Как вы думаете, что такое вот инфографика? Считаю, что третий слайд в этой презентации лучшим образом вообще подчеркивает, описывает инфографические элементы. Так что это такое? Веселые картинки. Я вот так к этому и отнеслась в первый раз. Веселые картинки, особенно вот веселье добавляет вот эти вот МЖО-буковки, вот эти вот человечки, да, вот которые здесь находятся, мужчины. Мужчины или женские, здесь бывают варианты. То есть какая-то статистика, но подана с помощью картинок. На цифры, на числа мы с вами также обратим внимание. Называются они в инфографике фактами. То есть если у вас есть что сказать, это должна быть цифра и немножко-немножко-немножко текста. Факты. Такие факты можно разбрасывать на фоне карты мира и карты России. Они говорят именно о чем-то таком. Наверное, у нас 200 миллионов чего-то там, 150 тысяч чего-то, 100 тысяч чего-то. Протяженность труб или количество обучаемых слушателей или рынок в процентах. Все это подается большой цифрой и маленькими буквами. Своего рода гистограмма у нас с вами здесь находится в виде стрелок. Можно тогда заявить, что это что-то вроде диаграмм, которая показывает, что случилось в 2010 и что случилось в 2011 году. Видимо повышение, видимо они этим хвастаются, видимо что-то там сильно увеличилось. Да, сейлс, продажи произошли. Вот для меня лично во всем этом приходится разбираться. Курс по инфографике я обещал своим слушателям еще около года тому назад. Как вы думаете, почему курс не появился еще до сих пор на свет? Потому что лично мое отношение к этому было именно следующее. Так, наверное лучше будет, да, вот я для вас тоже. Как бы так вот сделать, чтобы мы и для слушателей в аудитории все показывали, и для слушателей вебинары все показывали. Сейчас, наверное, сейчас попробуем. Попробуем как-то вот, чтобы всем было интересно сделать это. Все-таки я переключу экран так, чтобы всем было видно. Ну что ж, уважаемые слушатели вебинара, у вас видно все? Я вас не отключила, вам снова экран. То есть вот текущая презентация, она показана. Да, окей, окей. Так, все хорошо, все хорошо. Вот этот квештанс только перенесу, чтобы не загораживал. И замечательно. Для меня нет понятия здесь такого, как четкая композиция элементов. Во-первых, я не вижу, как именно расставлены эти блоки, они даже не расставлены по принципу модуля. Ну, принцип модуля подразумевает равенство зон, да, вот как бы по сетке все расставить. Возможно, здесь тренированный взгляд видит шкалу Фибоначчи, вот это вот золотое сечение, улитку классическую. Мне как-то даже говорили, я что-то вижу. Я не вижу ничего. Для меня это набор фактов, который просто разбросан на слайде без четкого порядка. Кроме того, мои советские мозги требуют нормальную диаграмму, с нормальными подписями, с нормальной сеткой. И мы можем с вами еще выделить характерный пример для инфографики. Это некоторое упрощение данных. Упрощение данных, укрупнение данных и непонятная композиция данных. Да, ну это, наверное, отмечать себе не стоит, а вот минимализм, который лежит в основе, мы отметить себе можем. Итак, использование данных числового характера в укрупненном виде – это раз, что можно отметить. Текстовое количество у нас крайне небольшое, правда ведь можно так сказать. Иконки присутствуют, диаграммы, имитация, вернее, диаграмм присутствует, а также что еще, что еще, что еще, что еще. Ну, декоративные элементы, да, пожалуй, фотографии присутствуют. 33% женщин здесь. Понятно, да, что здесь 33% женщин? Мне немножко понятно, но не с первого взгляда. Отдельная графика воспринимается мной несколько так, в размах. Вот это место, что означает? Один в трех, что это? А, вижу, одна треть. Вот одна треть, мне кажется, надо другому подавать. Один слэш треть. Ну, ладно. Итак, презентация есть. Нечто вот подобное можно изобразить с помощью пауэрпойнта классического и онлайн-сервисовыми, за которыми мы можем просто-просто бегать, просто бегать к этим онлайн-сервисам и добывать там отдельные иконки. Вот что возможно. Есть еще одна презентация ознакомительного характера, называется она «Примеры инфографики», но она длинная, начинается от наскальной живописи. Впервые для себя инфографику я поняла именно как, наверное, вот как здесь, как болт в разрезе. Если есть графика, ее описание, внутренности, всякие материалы, все гвоздики, как это называются, статистика, конечно же, с помощью инфографики, описание ситуации, процессы, классификации, да, сказал уже, процессы. Ну, в общем, для меня это скорее плакат. И тем не менее, инфографика именно в презентации хотя бы выражаться должна в том, что информационный стиль, кстати, советую, не буду озвучивать в эфире, чтобы не было рекламы, но книга об информационном стиле меня поразила. Именно к этому надо стремиться. Оля, может, и передайте, я смотрю, интерес такой возник, пусть у вас эта книжка пока побудет. Стремиться к конкретике, стремиться к фактам, стремиться избавиться от мусора, подобного тому, как, например, в настоящее время, знаете, что это такое? Паразит времени. Его любят бюрократы, формалисты, чиновники. И по умолчанию в русском языке уже в настоящее время, да, то если нет какого-то противопоставления. То есть можно говорить в советское время, а вот сейчас. Если этого нет, значит и так время настоять. Или в современном мире это уже штамп. Только я не помню рекламный, корпоративный или газетный. Я как минимум два раза буду читать эту книжку. Текст, прежде всего, должен быть информационным, чтобы мы с вами стремились к инфографике. Итак, уважаемые слушатели, запускаем с вами программу PowerPoint. Закрываем, можно, все остальное. PowerPoint. Прошу, PowerPoint. Прежде всего, требуется сделать инфографическую оболочку для нашей презентации, а действие будет происходить на уровне образца слайдов или слайдмастер на английском языке. Я не буду сразу бежать к онлайн-сервисам, поскольку они выдают готовую презентацию, ведь без деления на отдельные слайды. Это не совсем то, к чему привыкли мы. Поэтому будем работать в PowerPoint. В PowerPoint я... В PowerPoint я собираюсь сразу формировать оболочку презентации и использую для этого среда образец слайдов. Подробнее об этой среде вы можете узнать на более ранних вебинарах, семинарах. Я эту тему поднимала ранее. Минималистическое оформление будет у нас... Мы вывели, да, такой тезис, что минимальное. Минимальное оформление, которое взгляд не забивает. И пройдите, пожалуйста, сразу в эту особую среду. Вкладка вид и команда образец слайдов. Я вас подожду. Вкладка вид и команда образец слайдов. Не могу найти программку себе для работы с экраном. Она здесь есть. И мы с вами попадаем в среду программирования. Ну, это громко сказано, программирование. Мы с вами сейчас находимся в среде, которая управляет макетами презентации. Макетов нам нужно не так уж и много. Я обычно этого не советую делать, а именно удалить практически все количество макетов, которые там есть, и оставить только классический макет титульный и такой макет, как только заголовок. Но вначале все-таки немного о данной среде. Когда вы выполнили команду вид образец слайдов или view slide master на английском языке, вы попадаете в среду формирования макетов и есть здесь главный. Пока мы его не найдем, двигаться дальше нельзя. А я даже проверю. Выши? У главного признаки такие, что он скрывается. Да, 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 скрывается. Так, но поработав колесиком мыши, мы с вами главного найдем. Техническое название этого главного товарища – образец. Он так называется. Но я предпочитаю больше называть его на английском языке. Можно даже сказать, что я использую слайм. Это мастер. Мастер-макет. У некоторых даже есть такая привычка говорить, что это макрос. Макрос. Ну, не знаю. Суть его, конечно же, в том состоит, что все, что вы будете делать на нем, будет отображаться для всей остальной линейки макетов тоже. Так что макросное действие у него, может быть, даже есть. Но все-таки лучше мастером будем его называть. Или родительский макет. Макет. Ниже располагаются просто макеты, которые вы можете наблюдать в команде макет. И большую часть из этих макетов мы использовать не будем. Макеты удаляются легко. Давайте снизу начнем, так чтобы не ошибиться. Самый последний макет. Он нам точно не понадобится. Это макет, который называется макет для вертикальной печати. Это характерно чаще для азиатских интерфейсов, например, корейский. Техника написания вертикального. Удаляйте его клавишей Delete на клавиатуре. И еще один, и еще один, и еще один. В общем, четыре снизу. Все происходит, да? Четыре снизу. Такой макет, как пустой, нам может понадобиться макет. Только заголовок нам может понадобиться. А вот эти макеты, пожалуй, нам не нужны. Давайте я оставлю всего несколько макетов, среди которых мы с вами видим титульный, только заголовок и пустой. Для того, чтобы не ошибиться и не уничтожить кого-то, кто нам действительно понадобится после работы в образце слайдов, вы можете просто подвести к ним курсор мыши. Курсор обязательно подсказывает, какой макет вы собираетесь сейчас удалять. Ну, или работать с этим макетом. При подведении титульный опознается как титульный слайд, только заголовок и пустой. Ну, и, конечно, мастер. Мастер не считайте. Мастер – это не макет. Мастер у нас всего лишь управляет остальными макетами. В плане того, что если мы какое-то изменение внешнего вида внесем на мастере, значит, это отобразится на все линейки макетов тоже. От нашей линейки почти ничего не осталось, и такое действие с точки зрения дальнейшей продажи этого шаблона недопустимо. Стандартный комплект 9 штук должен оставаться, что можно придумывать новый, новый и новый. Но мы делаем с вами работу для себя. И предсказав себе, какие именно композиции нам нужны, а какие нет, мы тем самым убираем лишнее. Для чего? С одной стороны, не для чего. Педантичность просто. Как свойство характера, как свойство личности. А еще, а еще, лишние макеты мы убрали, и тем самым вес презентации стал полегче. Есть небольшая оптимизация по весу. Уверены? Теперь три, что здесь титульный, только заголовок и пустой. Они вам дают сообщение при наведении курсора. Давайте я на что-то посмотрю. Да, три штуки, три штуки, только заголовок. А это у нас и заголовок, и объект. Ну, ничего страшного. Давайте чуть-чуть отменим действие, назад раздел. Так, так. Ну, наверное, самое первое, что я рекомендую, это знакомиться на 10 плюс 40, дождаться появления и не сравнения. И тогда уже принимаем решение, ответственное решение о удалении. Вот так здесь. Да, классно. Так, пора двигаться дальше. Ребята, я слышу, что вы меня плохо слышите. Да, я вижу. Я просто... У меня еще в аудитории слушателей находится. Я посмотрел, как они... Чем они занимаются. И продолжаем, продолжаем. На мастере, а именно мы с вами находимся сейчас на мастер-макете, мы внесем с вами самые-самые минимальные элементы в плане украшений. Фон, прежде всего. Правой клавишей мыши щелкните, пожалуйста, по мастер-макету и выбираем команду формат фона. Команда формат фона будет самая последняя команда в контекстном меню. Выезжает формат фона. И я сейчас прошу сделать странную вещь. Сплошная заливка нам нужна. Цвет. А это ведерко в правом нижнем углу. Цвет возьмите, пожалуйста, какой-нибудь... Ну, какой-нибудь цвет давайте возьмем. Ну, черный тоже можно, но это жестковато будет выглядеть. Предупреждаю. Ну, можно и черный. Да, можно и черный. Можно какой-нибудь темно-синий цвет взять. Можно... Да, любой цвет, в общем, берите. Да. Закрываем формат фона. Следующий шаг – это формирование прямоугольного объекта. На вкладке «Вставка», а также еще в трех местах в программе вы можете обнаружить команду фигуры. Среди фигур находится прямоугольник со скругленными краями. Вот именно его прошу выбрать. Так, прямоугольник со скругленными краями. Рисуется достаточно большой. Ну, с первого попытки рисовать его не надо пытаться. И далее давайте стыкуемся, стыкуемся к стенкам самого слайда. Последний шаг – заливка фигуры белая. Заливка фигуры белая, контур фигуры нет контура. И саму фигуру отправьте на задний план правой клавиши мыши. На задний план. Как вам минималистическое оформление? Так будут выглядеть все слайды нашей презентации. Никаких отличий между ними. Просто чисто белый слайд немножко, ну, грустно, грустно, маленчика. А вот если хоть немножко есть элементов, то уже хорошо. Для нашей презентации есть еще кое-что. Мы можем выбрать с вами шрифтовую схему. Шрифтовая схема в последнее время применяются шрифты. Да, разные шрифты применяются. Но я к тому, что старую добрую классику, а именно Таймс, Нюрован, Эриал, я все это не отвергаю. Все это классно. К шрифту Таймс я вообще имею огромное уважение. Оказывается, его придумали специально для газеты, для журнала Таймс. С тем условием, чтобы он печатался на бумаге самого плохого качества. И чтобы все было прекрасно видно. И свою задачу Таймс, Нюрован, выполняет. Но давайте будем делить все шрифты. Шрифты поделим на две основные группы. Сериф. Ну, так пишется. Сериф. Сериф. Да. Сериф. Сериф и сансериф. С засечками и без засечек. Перевод. Серифные шрифты. Шрифты с засечками. Сансериф это без... Ну, сан как вот так вот пишется. Сан. Вот. Без засечек. Ну, как вы считаете, шрифт Таймс, Нюрован с засечками или без засечек? С засечками. С засечками, да. Подразумевается, маленькие декоративные заусенчики на кеглях, на окончаниях букв. Ну, в общем, да, есть что-то здесь не надо. Вот, ну, например, Камбрия, да, вот они, вот она засечка возле буквы B, вот она возле буквы M засечка. Для чего засечки нужны? Повышать читабельность, чтобы можно было читать спокойно. Выполняют что-то вроде функции линейки для цепляния глаза. А надо ли нам это? Нет. Инфографическая презентация, она же по умолчанию уже больше графики в себе содержит, чем чего-то еще. Нет, инфографическая презентация у нас обойдется без засечек. Это должен быть шрифт такой, как Arial, я не против. Но есть еще более такие шрифты популярные. Такие хотя бы, как Sanger и Gothic, довольно-таки популярная шрифтовая схема для инфографики. Тонкие пузатые буквы, которые не содержат засечек. Заметили? Без засечек, как эта группа называется? Sunserif. Да, сериф, то есть это да. Ну, слово sun как без надо читать. И к серифным шрифтам мы к серифным можем отнести Times, New Roman, что еще? Garamond, Georgia. Да их огромное количество. А sun, без. Сюда у нас уже будут относиться такие, как Arial, Calibri, Calibri Light. Я предпочитаю в данном случае следовать просто моде. Извините за это слово. Так как Sanger и Gothic прямо-таки возглавляют топ подобных шрифтов, я буду его брать. Другой вопрос, который еще не исследован до конца, и дать совет я вам не могу в этом направлении. Но само то, как я ваше обращу внимание на него, это тоже хорошо. Как вы думаете, шрифт для цифр какой лучше всего? Для чисел? Для отображения числовой информации? Хороший вопрос? Я не знаю на него ответ пока. Не знаю. Но обязательно узнаю, когда этот курс все-таки случится, поскольку читабельность числовой информации нам тоже важна, особенно в инфографической презентации. Образец заголовка. Немножко украсим, немного освежим. Образец заголовка. Вообще начинается работа с цветом, да, как мы заметили. И разрабатывать цветовую схему мы не будем. Но давайте для начала на нее вот посмотрим. В команде цвета. На вкладке образец слайдов у вас находится команда цвета. Это еще одна часть шаблона, так же, как и команда шрифты, часть шаблона. Команда цвета предлагает нам выбрать цветовую растяжку. На что это повлияет? Это повлияет на будущий цвет ваших объектов в презентации. Инфографическая презентация будет включать в себя цифровые диаграммы, организационные схемы обязательно. Иконки. И это очень ответственный шаг. Цветовую схему мы уже разрабатываем на уровне 2. Дизайн презентации. Поэтому пока я прошу ее просто выбрать. Просто выбрать. Наверняка это надо было сделать раньше всего. Что-нибудь синеватенькое такое можно остаться. Так. Секунду. У меня техническая заминка. PowerPoint, чтобы не выдержал счастья. Так. И что-нибудь синенькое. Выбрали. Образец заголовка же мы можем оставить черным. Я не могу заявить, что мода на черные заголовки в последнее время прям любят делать черными заголовки. Но есть классические принципы, по которым заголовок размещен в верхней части больше, чем основной текст презентации. И все-таки цветной. Цветной, а не черный. Рекомендую все-таки покрасить ваш заголовок. Окрашивание заголовок происходит на вкладке «Главное». Здесь никаких новостей. Аккуратненько щелкнуть между буковками, выделить и на вкладке «Главное» локально цвет выбрать для вашего объекта. Все остальные действия на этом мастере тоже можно в рамках одного цвета сделать. Черные маркерные точки. Когда у нас будет список, если у нас будет список, кстати, инфографика предполагает, что небольшое количество текста может располагаться на слайде. Черные точки – это тоже нехорошо. Все. Выделим с вами все уровни текстовой информации и поменяем. Как вы думаете, все значки должны быть разные или одинаковые? Одинаковые в духе минимализма, если мы продолжаем работать. Поэтому я выделила сразу все кусочки текста. И мы с вами на вкладке «Главное» открываем кнопку «Список». Она вам известна, разумеется, и в программе Word, и в программе PowerPoint. Так. Идем ниже, ниже, ниже на команду «Список». Сюда мы зашли для того, чтобы иметь возможность выбрать что-то интересное. А вообще можем даже выбрать «Остаться в стандарте». Вот, например, вот эти галочки, как инфографический прием, часто популярно используют. Но на мой вкус это что-то вроде туду-листа. Типа сделано, сделано, сделано. Но не универсальный прием. Квадратики можно выбрать. Что бы вы ни выбрали, самое главное – цвет. Цвет точно такой же, как цвет, который вы использовали на заголовке слайда. Ну или около того. И последняя часть – колон-титулы. Все колон-титулы мы с вами задействовать не будем в нашей презентации. Самая важная часть колон-титула из этих трех полей – раз поля, два поля, три поля. Это именно номер слайда. Тем не менее, все колон-титулы можно выделить аккуратненько. Задать цвет текста точно такой же, как цвет заголовка. И отдельно номер слайда рекомендую увеличить. Номер слайда пусть будет побольше. И я даже не могу сказать вам, когда остановиться. Чем больше, тем лучше. Чем больше, тем лучше. Раз уж мы с вами все-таки находимся в презентациях, это уже этика, которая должна быть ярче, чем все остальное. Номер слайда при демонстрации презентации должно быть хорошо заметно на экране. Отсутствие номера на слайде или его отображение в маленьком виде говорит о неуважении к аудитории. Поэтому пусть будет, пусть будет. Вопросы? Пока. Нет вопросов пока. Нет вопросов пока. Должна ли презентация содержать логотип? Я бы не стала бы на каждом слайде отображать логотип компании. Ну не стала бы и все. Но это мое мнение, а также мнение презентаторов, что хорошо логотип иметь на титульном слайде, но повторять его на каждом, это уже считается мусором. Извините, друзья мои, за такую резкую подачу материала. Но я все равно буду делать так, как от нас просят. Я считаю одно, а клиент считает другое. Надо логотип на каждом слайде? Да, пожалуйста. На вкладке «Вставка» продолжаем работать на мастер-макете. На вкладке «Вставка» мы нажимаем на команду «Рисунок», она же «Рисунки», в зависимости от версии. Нажимаем и идем в нашу рабочую папочку. Уважаемые слушатели, я прочитала, что есть какие-то проблемы со скачиванием материала. Антивирус Аваст, слышу, блокирует выгрузку какого-то файла. Там полезные ресурсы инфографики заражен трояном. Я как-то не в курсе. Возможно, материалы, которые здесь, я их создавала непосредственно в центре «Специалист», возможно, что-то и подхватили. Дома давайте, как договорюсь, я очищу эти материалы, и они будут доступны для скачивания. Ссылка будет уже другая, но вам достаточно просто написать мне на почту, чтобы я продублировала вам эти материалы, если есть такое подозрение на то, что что-то там заражено. Таким образом, если вы не скачали набор материалов, это не страшно. Логотип, любую рисунку, любой рисунок может быть, любой рисунок. А если все-таки скачали, то из нашей рабочей папки я прошу вас указать специалист. Логотип называется файл «Лого». Лого. Вот такой вот логотипчик. Этот файл может быть размещен где угодно. Я все-таки за то, чтобы логотип у нас занимал как можно меньше площади и привлекал внимание. Традиционное расположение в инфографических презентациях логотипа – это какие-то углы. Левый, верхний, правый, нижний – любой угол. В данном случае я логотип расположу в левом нижнем углу. То, что он наезжает на дату – это ничего странно. Ничего страшного. Пусть себе наезжает. Мы все равно дату не будем с вами вставлять. Чего категорически не надо делать. Не надо удалять поле дата за ненадобностью. Он ненавидит пауэрпойтовский, когда что-то с него удаляют. Технически удалить можно, а потом, как говорится, поплачетесь. Пусть себе лежат друг на друге. Да, не заморачивайтесь. Отлично. Логотип на каждом слайде тоже будет. И теперь я говорю об уникальном слайде, который потребует вашего особого внимания. Перейдите, пожалуйста, на титульный макет. Это самый первый макет от родителя. Кстати, когда вы запускаете пауэрпойт, у вас автоматический титульный слайд появляется. Заметили? Именно поэтому. Титульный слайд. Титульный слайд, может быть, от нас чего-то большего захочет. Чего я хочу сделать на титульном слайде? Я хочу другую картинку фоновую. Концептуальную. Или корпоративную. Концептуальная – это картинка, которая дорога, уходящая вдаль, капля воды, разбивающаяся поверхность воды, макросъемка туда же, человек, карабкающийся в гору, поле с пшеницей. И вот там идешь, рука там что-то перебирает. То есть они передают ощущение какое-то волшебное. Это концептуально. Корпоративные картинки, они скромнее. Там здание, там насосы и что-то еще. Или такое нейтральное полотно с текстурой. Что будем делать? Что-нибудь, да, будем делать. Но вначале покорябайте, пожалуйста, вот этот специалист на титульном слайде. Корябается ли он? Не корябается. А почему он не должен? Потому что он в родительском. О, это изумительное понимание материала. Вы знали об этом? Нет, но вы приняли эту информацию. Я прям хочу вас дальше учить. Идеальное восприятие. Или, например, знакомы с основами программирования для сайтов. То есть есть понятие родительский элемент, который является правилом для всего остального подчиненного. И он не корябается, все верно. Но отказаться от него можно. Учитывая только надо, что отказ от родителя, он идет без компромиссов. Нужно поставить галку в чек-бокс, скрыть фоновые рисунки. Галка находится на ленте наверху. И вкладочка образец слайдов. На вкладке образец слайдов уход от родителя делается так. Поставьте галочку. Уход от родителя компромиссов не имеет. Белый прямоугольник, который мы рисовали, слетел? Слетел. Но и логотип слетел тоже. А нам все равно этот белый прямоугольник не нужен. Мы все равно собираемся другой фон делать. Так что ну его. Так. По титульному слайду, по титульному слайду, это я его имя говорю, по макету титульного слайда, мы щелкаем правой клавишей мыши и вызываем снова команду формат фона. На сей раз мы выберем рисунок или текстуру и далее щелкаем по кнопке файл. Рисунок или текстура как опция по заливке, кнопка файл как выбор конкретного файла из нашей папки. Рисунок или текстура. Временно происходит перекрытие какой-то уродливой текстуры, не обращайте внимания. Самое главное, кнопочку файл нажать. И из нашей рабочей папки фон специалист, пожалуйста. Формат фона после этого можно закрыть. Добавьте, пожалуйста, командой вставка рисунок логотип титул. Вкладка вставка команда рисунок логотип титул. Имеет смысл перекрасить макетные поля заголовок и подзаголовок. Часто вижу, что пытаются избавиться от подзаголовка слайда. Это неверная позиция. Примерно так будет выглядеть наш титульный слайд. Уважаемые слушатели вебинара, я хочу посмотреть, что там, как там у наших слушателей в аудитории. Поэтому звук, да, пропадет, но ненадолго. И все идет своим чередом. Все прекрасно. Так, как она написала. Формат фона, рисунок или текстура. Файл. И фон специалист. Нет, фон. Крупный, крупный, крупный. Сиди, да. Ну, что-то большое. Что-то большое. Скидки. И изглазить это можно все? Обязательно. Обязательно. Начиная с 2007 версии. Ничего не изменилось. 2007 версии. Вставляем специалисты. Вставка, рисунок. Да, маленький. Что-то большое лучше подкладывать в команду и формат фон. Что-то маленькое вставляется как рисунок. У нас вставка, рисунки, там логотип белый. Логотип. Логотип. Так. Буквки. Здесь образец, заголовка. Образец, подоголовка. Просто перекрашивание на вкладке главное. Обычное. Без затей. Чудненько. Вот мы с вами сейчас правильно работали в подшивке PowerPoint. Если вам интересно развивать эту тему, ну, этим мы занимаемся на курсе дизайн презентаций. Мы с 10 до 5 только об этом и говорим. Только об этом. Мы там создаем собственные макеты, там делаем лабораторную работу минут 40. Есть и методички по этому курсу. Ну, а теперь работа здесь заканчивается. Работа с подшивкой у нас была на начальном этапе. Пора, пора возвращаться в нормальный режим работы. Вернуться в нормальный режим работы можно или так, нажать на красную кнопочку, или, 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 или в самом низу мы с вами просто нажимаем на кнопку режима обычный. Режим обычный. Пора выходить. Пора выходить. Итак, мы с вами в режиме обычный находимся в настоящее время. Паразит времени. Надо вот исключать, исключать этот мусор из речи. Один слайд находится перед вами, это нормально. Макеты, которые вы видели ранее, просто находятся в команде макет. Так же это, да? Посмотрите. Команда макет. Команда макет демонстрирует оставшиеся в живых макеты после удаления. Титульный слайд, да, ярко оформлен. И нам нужно просто создать еще. Так, под титульным слайдом мы создадим слайд, допустим, только заголовок. Все работает. Все работает. И сейчас у нас здесь будет наполнение информацией. Уважаемые слушатели вебинара, если вы не скачали, не получилось скачать материал, можно, в принципе, и даже не печатать, да, любой бред с клавиатуры подойдет. А если скачали, есть в папке в нашей текст. Так и называется документ. Откройте его параллельно. Откройте его параллельно. И можно по частям потихонечку переносить методикой копировать, вставить. Ничего нового я вам не предложу. Если что-то не помещается, можно. Так, раз его растянуть. Так. Сталкиваюсь с тем, что в подзаголовок нечего людям вставлять. Ну, как-то нечего. Можно, если даже не хочется свою собственную фамилию, имя печатать, можно хотя бы сделать следующий прием. Февраль. Так, а где мой? Файлик текст в папочке находится. Так и называется текст. Ваша папка инфографическая презентация, вебинар. Вот так выглядит файлик, да? Все верно. А можно просто нажать на команду создать слайд. Да, 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 да. Ничего. Пишется. Только заголовок. Только заголовок взяли. Так. Итак, в области заголовка мы с вами вставили центру специалист 25 лет. В области подзаголовка можно просто ввести в февраль 2017. Если не хотите печатать себя, можно сделать так. Затем имеется специальный план. Согласно этому плану мы на следующих уже слайдах сделаем следующие заголовки. Развитие центра. На слайде 2. Макет только заголовок мне и нужен для того, чтобы впечатать заголовок, а потом здесь должно что-то находиться, что-то инфографическое должно находиться. На следующем слайде точно с таким же макетом можно английское сочетание клавиш Ctrl-M нажимать для того, чтобы у вас следующий слайд появился дальше. У нас будет следующий заголовок, который я копирую из файлика текст. Топ 15 поисковых запросов на обучение за 2016 год. Есть маленькие вопросы, касающиеся этики расположения текстовой информации. Эта этика говорит о том, что предлоги, а также союзы, не должны находиться в висячем состоянии. Особенно за этим надо следить в области заголовка. Оля, что мы делаем? Мы же не работаем. Как для переноса? Shift-Enter. Да, Shift-Enter на клавиатуре. Для переноса разрыв строки формируем, чтобы на обучение и так далее. На следующем слайде развитие видов обучения. Развитие видов обучения. И на последнем слайде инфографическая презентация по умолчанию еще и не очень большая. Как изменилась ваша карьера после учебы в специалисте? Будет следующее. Я прошу прощения за откровенно рекламный характер нашей презентации, но вы понимаете же, да? Почему? Человек, я старой школы, поэтому я, когда какой-то план верстаю, я обязательно текстовый документ себе составляю. Делать этого, как вы понимаете, не обязательно. Можно сразу грудью на амбразуру в PowerPoint бросаться. Или я советую также пользоваться планом на бумаге. Или можно mind map, мыслительную карту накидать с помощью плана. Ну, я в варде, я в варде набрасываю. Итак, всего у нас будут четыре слайда, которые с наполнением. Второй, третий, четвертый, пятый. Возвращаемся к слайду под номером два. И вот на этом этапе развитие центра будет представлено с помощью цифровой диаграммы. Будут здесь наверняка иконки, будет что-то еще. Я представляю вам онлайн-сервис, который позволит мне создать интересную диаграмму и вставить ее сюда, но, к сожалению, как рисунок. Как рисунок. Многого не ждите от этого. Запускаем интернет. Запускаем с вами интернет. Сайт, который я прошу... О, боже, какая гадость. Сайт, который я прошу ввести, пикточат. piktochat.com Пользуйтесь любым браузером, который вам нравится, который под руку просто попал. Продемонстрирую вот здесь. Так, 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 так. Пикточат. Это самый первый онлайн-сервис из списка полезных ресурсов инфографики, который меня вполне удовлетворил по элементам. Пикточат. Интернет запускаем. Интернет запускаем. Так выглядит сервис. Я ни о чем не договаривалась с этими ребятами. Ну, то есть, по принципу, просто самое первое, что взялось. Самое первое, что взялось, мне уже понравилось. Осталось только посмотреть остальное. То есть, это будет не реклама, ничего не оплачено. И я боюсь, что даже могут поругать меня за невольную рекламу этого сайта. Зайдя на сайт piktachat.com Мы можем start for free попробовать бесплатное предложение, то, что нам предлагают, и зарегистрироваться на этом сайте. Поскольку я уже имею регистрацию, я просто могу залогиниться на этом сайте, уже свои данные ввести. И буду вас ждать. Зарегистрируйтесь, пожалуйста. Да, start for free. А, ну, тогда не им можно просто выбраться. Ну, конечно, конечно. А это стандартная регистрация. Если хотите что-то взять, условно бесплатное, первое, что они спросят, это e-mail, пожалуйста. Но больше не спросят ничего. Томер паспорта, ИНН, все это вводить не надо. У меня даже почта на этом сайте использована личная почта, не моя почта Романова. А то, что я знаю, такая почта такая, мусорного типа, которую приходится доставлять. И платные аккаунты все равно попросят регистрацию на почту. Итак, когда вы пройдете на этот сайт, я покажу вам, чем я занималась, наверное, минут 20 до вашего прихода. Я составила небольшую презентацию. Кусочек этой информации находится прямо в нашей презентации. То есть, что можно, что можно делать. То есть, легко накидала разнообразные иконки. Фотографии, в том числе, очень неплохие готовые композиции. Текст любого вида. Я даже вот так могу показать. Текст любого вида. Фотографии, текст. Текст еще и включает себя сразу с оформлением. Видно, да, вот в форме диалогов, в форме каких-то идеек. И что еще? Фоны. Довольно большое количество бесшовных. Ну, не скажу классных, но неплохих решений. Карты. Конечно же, карты. Как это карты, да, вот хочется сказать. Причем, если до конца пользоваться этим сервисом, уже мы с вами видим, что даже вот он откликается. Да, откликается. Перевод же в формат JPEG. Конечно, вот это вот все убирает интерактивность, но карту вы получите. Разнообразные диаграммы, в том числе и вот эти знаменитые человечки по типу МЖО. Вот карта, диаграммы тоже динамические. Но если это мы с вами остаемся здесь, то здесь делаем и здесь показываем. Не с точки зрения переноса. С точки зрения переноса не рассматривайте эту информацию. Мы можем только как картинку взять что-то отсюда, или даже скриншот создавать можем. Такие команды, как правой клавишей мыши сохранить изображение, работают. SVG, такой мы с вами получаем формат файла. И что в результате открывается в формате SVG? Давайте взглянем. Открывается вот такое изображение. То есть в том состоянии, в котором оно застряло, вот в таком состоянии мы и можем его сохранить. Позволено ли его в каком-то другом сохранить состоянии? Ну да, вот SVG предлагается. PNG, кстати, я больше за PNG. Что мы знаем с вами о формате PNG? Точно без фона. Без фона. Конечно, за такую характеристику мне любой преподаватель по веб-дизайну должен просто в глаза плюнуть. Но для нас в PowerPoint важно именно это. То, что без фона. Без фоновый рисунок можно вставлять. И, наверное, даже интересно, да, что вы наводите курсор на то, что вас интересует, и именно в таком состоянии и сохраняется изображение. Так все это будет прекрасно и красиво оставаться в сервисе. А здесь, 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 здесь уже пора мне показывать, что мы можем сделать с помощью сервиса. Читаем. Нет? Ну, тогда, тогда просто, да, тогда смотрим. Тогда смотрим. New picto-chat я нажму. Так. Ла-ла-ла, неважно, как его называть. Все сверну, все сверну, все сверну. Так. Новый пустой бланк. Мне нужен, переименовать не хочу. Так. Согласно нашему плану, мы к этому относимся сейчас просто накидать, что попало, да? Согласны? Потому что здесь полноценную презентацию можно сделать, добавляя плюс, 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 еще слайды можно добавлять, но мы сюда пришли только за объектами, которые потом будем переносить в PowerPoint методом copy-paste. Да. Ну, в смысле, сохранять как рисунки. Так. Нам с вами для оформления слайдов понадобятся диаграммы, которые запланированы, также, возможно, что-то в виде организационной диаграммы и снова диаграммы, то есть диаграммы, диаграммы, диаграммы. А ради красоты все-таки карту России хочется вставить. Перехожу на ваших глазах в раздел под названием Tools. Инструменты. Карты здесь, карты здесь, диаграммы тоже здесь. Maps. Первое, что я хочу выбрать, карты. Так, Maps. Предлагают все взять. Отчего там, как бы, да? Вот, все взять. Я не буду извращать данные о центре специалист. Мы работаем в России. Были планы на Европу, да? Но вы помните, да, как чьи планы, в общем-то, пресекаются в последнее время. Так что, Russia. Так. Россия. Edit this map. Править. Цвет мне нужен поскромнее. Учитывая, что это будущий формат PNG, мы на него по цвету влиять не можем, поэтому сразу покраснее. Что предлагаем? Серенькое что-то, да? Baller Color у нас будет белым. Так, ну так мне нравится. Вот, с такой картой России я согласна. Здесь есть возможность выделить конкретно что-то, да, вот отдельный, можем взять административную какую-то единицу, но такого плана тоже нет. Нет, работаем мы вот где-то здесь и какое-то маленькое красное пятно будет смотреться несерьезно. Поэтому берем ее всю целиком. Insert map. Ставить карту. Так, карта готова. Карта готова. Так. Увеличивать ее, уменьшать ее, все это можно уже сделать потом. Если мне мало рабочей площади, я хочу, чтобы карта сразу была большая. Удерживая клавишу shift, традиционные способы по работе с графикой, соблюдающие пропорции, все это клавиши здесь работают. Отмена действия Ctrl Z назад тоже работает, а Ctrl Y тоже работает. То есть на этом сайте я еще могу горячее сочетание клавиш, которые я привыкла делать. Что я еще хочу, чтобы нам понадобилось с вами такое для работы? Нам понадобятся диаграммы. Диаграммы для них есть исходники. Чат нажимаю. Также в тулсах находится чат. Выбор диаграмм здесь представлен сверху вниз. Гистограмма классическая. Здесь есть также пирамидки. Я против пирамидок. Это надо Джина Желязный почитать, чтобы вы были основательно против. Есть также диаграммы, которые показывают нам линейчатое развитие событий. Ну, как позиционный фактор, они отрабатывают неплохо. Пока это все обычно. График тоже обычный. Да, вот тут картина. Что еще есть? График с областями, статистические есть диаграммки. Классика есть круговая. И есть вот именно то, что уже больше похоже на инструменты инфографики. Вот эта диаграмма как называется? На что похоже? Нет, нет. Это диаграмма Венов столбик. Да, у нее есть свое название. Правда, здесь оно не написано, но поверьте мне, как небольшому специалисту по таким делам, диаграмма Венов столбик. А вот для чего бы ее взяли вы? Сказку детскую помните? Смерть Кащея где находится? Вот так вот. Брать можно. Так, что еще я вижу здесь? Пирамидки. А вот мне не нравятся пирамидки, я буду немножко капризничать и нажав на инструмент в виде расширенных настроек, пожалуй, перейду вот сюда. Во-первых, здесь цвет можно контролировать, да? Мы видим, мы не сможем контролировать цвет этого объекта потом в Powerpoint. А вместо пирамидок? Мужчины? Женщины? Да, можно выбирать вот эти традиционные значки. Хорошо, что еще есть? Есть пирамида классическая. Да, здесь она, здесь очень смешно будет смотреться. Так. Так, что еще есть? Есть у нас вот такой инструмент инфографики полукольцевая такая, видимо, для того, чтобы меньше места занимал. Как круговая диаграмма, только кольцевая инфографика, ее любит полное кольцо здесь есть, находится перед нами. Есть также вот такие обрывки, мне они никогда не казались понятными, даже не скажу для чего. Свет, образцы, прямой перевод. И что еще есть, есть прогресс бар, да, это показывает уже в процентах нам данные. Я предпочитаю пока взять то, с чем, наверное, мы не будем особенно спорить. Это и стандартный показ здесь, и также это можно отнести к данным в инфографике. То есть и в PowerPoint это популярно, и в Excel, и как старый инструмент инфографики тоже. Здесь находятся данные, которые надо менять. Уважаемые слушатели вебинара, если вы опять-таки, да, вот с этим вот был какой-то нюанс, вы можете просто впечатать данные сюда напрямую. А мы, пользуясь тем, что у нас уже есть данные, позвольте мы с вами нажмем на кнопку Import Your Data. Import Your Data. Так, далее я пройду на рабочий стол и в нашу рабочую папочку загляну. Здесь находятся у меня различные файлы, там книга 1, например. Так, и книга 1, наверное, нас уже и будет устраивать. Я это писала в Excel, спокойно подгружается, правда? Ну, вроде как все есть. Вроде все есть. Осталось только, наверное, нажать на команду. Есть здесь у нас еще дополнительные какие-то возможности? Нет, дополнительные возможности, конечно, есть. Можно перейти сюда и настроить цветовую схему. Можно, можно. Можно заголовок заполнить как вариант, там, title position, там, менять легенду. Можно включать, отключать. Ну, все-таки лучше пусть она будет в отключенном состоянии. Размещать легенду можно справа, справа, слева, как угодно. Ну, пусть она будет традиционно справа располагается. Здесь есть еще и отображение дополнительных каких-то изображений. Ну, в общем, наверное, оставлю как есть. И нажимаю на команду insert chat. Диаграмма создана. Правда, вот что-то, что-то маленькое она, маленькая, маленькая. Да, что-то не очень. Мне здесь не все, по крайней мере, нравится, но можно. Надо было ее, конечно, раздвинуть побольше. Здесь ничего не буду отображать. Ага, ага, ага. Есть. Update. Наверное, так. Жалко, легенда не управляется. Жалко, легенда. Так себе. Ну, пусть одна диаграмма будет следующая. Так, новую область добавляю. Новую область добавляю. И надо отобразить еще интересную диаграмму, хочется взять. Нажимаю на чат. Так, что мне покажет развитие с течением времени? Как вам вариант графика? Неплохо, да? График у нас с течением времени развивает. Что-то здесь еще есть. Ага, больше в процентах. Это не похоже на динамику времени. Под отображение времени, а именно хорошего организационного процесса, я здесь, к сожалению, не вижу. Ну, возьму, что есть. Снова команда Import Data. И выбираю, скажем, диаграмму. Наверное, книгу 3 выберу. Так. Не то. Книгу 1 выберу. Так. Выводить под 100 не надо. Так, погодите, я снова не то взяла. У меня же была эта информация. Была информация. Ну, нету так, нету. Хорошо. Под организационную диаграмму я все равно не вижу хорошеньких здесь форм. Поэтому, да, надо наверняка и что-то другое иметь. Ну, что ж, оставим пока диаграммы. Оставим. Если я выхожу в предварительный просмотр, в превью, то именно в этом состоянии мы можем все, что видим, сохранить. Команда сохранить изображение как. Формат файла PNG. И я могу карту сохранить как карту. Обязательно выходите в предварительный просмотр, если хотите такую штуку сохранять. Так. Здесь. Здесь. Легенда здесь не полная. И это, конечно, неприятно. Не поработало светом. Но будем работать как есть. Сохраняю изображение. И снова PNG возьму. И пусть это будет у меня как диаграмма. Диаграмма 1. Вот. Одна единственная диаграмма. Возвратившись в программу PowerPoint, я могу на слайд, пожалуй, какой это слайд у нас будет? Слайд последний. Да. Пятый слайд. Я могу сюда вставить и один объект, и второй объект. Нажав на команду рисунки, я вставляю карту в формате PNG. Размещаю ее на заднем плане. И вставляю еще и диаграмму. Диаграмма, которая была сделана у меня с помощью сервиса. Наверное, диаграмму можно спокойно, вот таким образом, довести до такого минималистического состояния, без особых проблем сделать напрямую в PowerPoint. Давайте даже посмотрим, в чем разница между ними будет заключаться. То, что у меня не получилось сделать. Развитие центра. Развитие центра. Готовы вместе со мной сделать диаграмму в PowerPoint напрямую? Особой ценности я не заметила в тех диаграммах, которые с PowerPoint плотно пересекаются. На вкладке «Вставка» мы нажимаем на команду «Диаграмма». Выбрать я прошу «Линейчатое» и нажать на «Ок». Диаграмма эта будет носить элементарный характер. А именно, я покажу, что меня здесь интересует. В категорию 1 мы с вами напечатаем год 91, а в категорию 2 – 2016. Остальные категории нам не нужны. Регулировка диапазона позволит вам поджать остальные категории так, чтобы их не было заметно. И вместо «Ряд 1», «Ряд 2» у нас вообще здесь как бы даже ничего не будет, а можно и убрать. В 91 году у нас в столбце «1» будет «2», а в 2016 году у нас будет «150». Остальные столбцы данных нам не нужны, их можно игнорировать. А столбец «1», наверное, можно даже как-то и прописать. Как? Сотрудники. Такая вот картина. Сейчас я попробую обновить все в Excel. Легенда здесь не нужна. Убираем. Как-то так должно получиться. Здесь полученная, кстати, в итоге наших действий диаграмма вся вычищается. Все лишнее, все лишнее. В инфографике что лишним считается? Да, все практически, да. Все лишнее. Оставить нужно именно вот самый или простой каркас данных. Можно, конечно же, как-то вот здесь вот украшение какое-то подобрать, которое, ну, как-то формирует красивую, симпатичную картину. Но здесь чем меньше симпатичности, тем лучше. Так что ось «Y» и сетку я уничтожаю. Подписи данных можно сделать. Это факт. Так, правой клавишей мыши. А так все очень-очень просто. Это наша первая диаграмма. Уважаемые слушатели вебинара, я останавливаюсь. Итак, еще раз. Так, Руслан, Руслан, отвечаю на ваш вопрос. Покажите, пожалуйста, как сохранить картинку из сервиса. Пока у нас слушатели работают в аудитории, я с удовольствием вам покажу. Ага. Важно, очень важно, прежде чем сохранять, а иначе мы не можем с вами сохранить, он не предлагает таких вариаций. Посмотрите, пожалуйста, Руслан. Нажимаете на кнопку «Превью» вот здесь. И именно из «Превью» мы можем с вами сохраняться. Правой клавишей мыши вы щелкаете, если у вас вся карта берется, ну, куда-то вот сюда, допустим. То есть не по карте напрямую можно щелкать, иначе выделяется уже на этой карте административной единицы, это нам не нужно. Правой клавишей мыши по нейтралочке и команда «Сохранить изображение как». Так вы будете и сохранять. Формат рекомендую «PNG». При сохранении формат файла «PNG». Сохраняет прозрачность. Диаграмму точно так же можно, но мне не понравилось, что я здесь не могу увеличивать, уменьшать легенду. Видимо, это уже обязывает при инфографических приемах сокращать количество текста в легенде. Тоже можно правой клавишей мыши щелкать по нейтральной области и выполнять команду «Сохранить как». Можно. Делается это, да. Если вдруг не получается, можно просто браузер сменить. Итак, можно обойтись без простейших диаграммок, пожалуй. Получили мы с вами нечто подобное, да? Ось «Х» тоже можно скрыть через отсутствие контура. Если вы щелкните по оси «Х», мы можем выполнить команду «Контур фигуры нет контура». И будет тогда уже прям совсем похоже. Вопросы? То есть вот такое можно сделать с помощью сервиса, да? И такое можно сделать с помощью обычного акцента. Куда-то, кашболь, все верно, все верно. Тут такая кусота здесь захваченная, это источник у нас требуется отработать. Дублируйте, пожалуйста, вашу диаграмму, что получилось. Так, дублирование. Если вы щелкните по диаграммке, можно выполнить «Контрол-Д» на клавиатуре. И здесь мы можем с вами у диаграммы, у новой, у дубликата, просто изменить данные. Изменить данные. На этот раз года у нас остаются, меняется только шапочка вместо сотрудника преподавателей. Преподаватели. Заменой данных здесь у нас будет один, это, видимо, сам Дмитрий Юрьевич. И 250 нас было преподавателей на этот год, оказывается. На 2016 год. Сейчас уже можно, наверное, сказать даже побольше. Так, лишнее уберу, чтобы вас не смущало. Так выглядит у нас вторая диаграммка. Правой клавишей мыши по ней и командой «Изменить данные» вы можете вызвать экселевский файлик, который редактируется уже по отношению к ней. Давайте еще раз покажу. Диаграмма, выделенная. «Контрол-Д» на клавиатуре, дубликат, не забивающий буфер обмена. И далее правой клавишей мыши, команда «Изменить данные». Главное, чтобы у меня сейчас ничего не зависло. И все хорошо. «Изменить данные». Сотрудники есть, преподаватели есть. Кого еще? Курсы напишу. Курсы. Курсы. Курсов было два, а стало тысяча. «Изменить данные». «Изменить данные». Последнее. Учебные комплексы. Учебные комплексы. Было ноль, даже так, а стало восемь. И вот прям что-то не хватает сюда, что-то не хватает, а центре специалист. Пожалуй, даже не хватает фотографий, чего-то освежающего. И это снова можно найти на сервисе Пикто-чат. Я уверена. Я уверена. А раз я уверена, что же мы останавливаемся, давайте пойдем на Пикто-чат. Да, посмотрим. Что здесь точно представлено неплохо, это раздел «Графики», в котором довольно большое количество фотографий. В раздел «Графика», раздел «Графика» на Пикто-чате, это верхний раздел, «Тулс», я напоминаю, был нижний раздел. В разделе «Графика» есть как просто симпатичные фотографии, которые вызывают какое-то приятное ощущение, но есть еще и возможность поиска таких фотографий. Например, что-то связанное с обучением. Так, «Дукт». Так, есть у нас что-то связанное с обучением? Что-то он… А, я допустила ошибку. Как будет обучение на английском языке? Помогайте мне, слушатели вебинара. Спелл, please. А, думаете, так проще? Study. Это тоже обучение, да? Я больше ничего не знаю. Ну что есть? Уже спасибо. И фотографии, которые так или иначе связаны со старой, мы сейчас побросаем, побросаем, за что точно не приходится беспокоиться вот на таких сервисах. Это то, что вы можете что-то украсть, сделать что-то плохое, пиратское. Не беспокойтесь, вам этого просто здесь не дадут. Понакидали фотографии. Ага. Старые. Да, прям спасибо большое. Почему я так набросала, как попало? Дело в том, что у меня помимо фото-раздела есть еще и фотофрейм. Ого-го. Вот в фото можно просто найти что-то по ключевому слову. А фотофрейм позволяет мне это еще и очень прикольно оформить. А именно мне требуется как несколько уголковая такая вот композиция, уголковая, что с моим русским. Так, что-то, что-то вот хочется. А есть и, кстати, я не подумала о прищепках. Я совсем не подумала о прищепках, а они-то есть. Фотофрейм выглядят как-то неопределенно, они просто ждут, ждут, когда вы в них будете перемещать фотографии. Ага. Так. Так. Еще. Еще. И вот эту штуку. Вот прямо непосредственно вот в эти фреймы. Сюда, наверное, что-нибудь. Немножко здесь должна быть, наверное, хорошая моторика, чтобы все это перемещать и чтобы все это получалось. Я уже пробую клавишей и стрелочкой на клавиатуре. Ну, думаю, что такие проблемы есть только у меня. Так. Здесь что-то есть, здесь что-то есть. Я уже по второму кругу, по-моему, что-то делаю не то. Так. Давайте я лучше посмотрю все это в предварительном просмотре. Ну, вроде как все, что связано... А, вот этот последний вот непонятный товарищ у меня не обновился. Пожалуй, фотографию я прямо туда и отнесу. Снова study. А, education. Вспомнила хорошее слово. Угу. Так, хоть хотелось что-то компьютерное взять. Ну, вот книжки отнесу, тоже хорошо. Так. И в превьюшке как смотрится? Круто? Качаем? Представьте, сколько усилий надо было в PowerPoint приложить, да, для этого. Не, мне все нравится. Пока мне все нравится. Так, и-и-и-и-и-и. Как здесь? Как тебя перебросить, товарищ? Выделить все? Ну, выделить все. Так, что-то, что-то, что-то здесь. И еще раз давай в тебя зайдем. Если ты... Что-то ему не нравится, я на всякий случай удалю верхнее, то, что мы сделали. Так. И еще раз. Превью. Превью. Ну, пусть даже будет выделить все. Нет, нет, нет. Сохранить изображение. Да, не туда стучало. Не туда. Так. ПНГшка, пожалуйста. Сохраняю. И-и-и-и-и-и. И давайте будем применять. Вставлять. Вставка. Рисунок. Не вставляется. Не вставляется именно так. Да, не сохранилась, зараза. Я думаю, что со всем этим можно бороться. И если не получается скачать вот именно как нам надо, предложите мне варианты. Что я могу сделать в таком случае? Как-как-как? Принтскрин, слышу. Несмелое предложение. А это очень даже хорошее предложение. Только позвольте мне вам предложить замену для принтскрина. Принтскрин как бы все берет. А мне хочется взять что-нибудь... Ну, не хочу потом заниматься обрезкой. Поэтому есть у вас одна программка. И в операционной системе Windows она точно есть во всех версиях, наверное, ну, более-менее свежих. Называется она ножницы. Это совершенно бесплатная встроенная альтернатива принтскрину. С помощью ножниц я уже возьму именно то, что мне надо. И не буду в дальнейшем подвергать я все это обрезке. Неровно взяла. Давайте я с маленьким запасом возьму все это. Вот. Не получается скачать. Буду фотографировать ножницами. Да. Фотографирую. Правда, будут излишки фона, но эти мелочи уже будут у нас по-другому. Вот. Фотография готова. Фотографию я могу смело разворачивать. Если мне так хотелось забить угол. И устанавливать в PowerPoint. По-дурацки получилось или пойдет? Ну, пойдет, пойдет, пойдет. Ну, нам же сейчас за это не платят, поэтому пойдет. Так. Столбики для такой веселой презентации, наверное, все-таки надо сделать более-менее разноцветными, чтобы понятно было, что речь идет о разных вещах. В рамках одной цветовой схемы можно все столбцы перекрасить. В одной диаграмме пусть одни столбики будут, в другой в другой столбики будут. Так. Ну, чтобы вот хотя бы оттенок менялся, да? Так. Ну, что ж, замечательно. Замечательно. Здесь планировалась тоже цифровая диаграмма. Ну, мы можем с вами сделать ее, а можем и не делать. В Excel мне понравилось работать больше, чем с помощью сервисов. Но, наверное, это только потому, что мы не брали с вами откровенно вот их, их разработки. Я все-таки попробую. Последнее, наверное. И я вас уже задержала немилосердно. Наверное, уже минуту, наверное, уже полчаса вас задерживаю, да? Ну. Может, я не тороплюсь. Если вы мне позволите, я это еще немножко здесь поработаю. Так. А что? Что ему не нравится? Что не нравится? А, не нравится, что я прямо здесь это делаю. Хорошо. На отдельной площадке. Диаграммы. Угу. Возьму то, чего нет в Excel. Давайте так. Так. Если речь идет о курсах, какая формочка мне больше подойдет? Поскольку формулировка будет топ-15. Как-то так выглядеть. Угу. Так. Это похоже на курсы? Нет. Это похоже на курсы? Ну, а почему нет? Ну, а почему нет? Да, пусть будет. Импорт your data выполню. И книга 2 мне понадобится. Вот. Я ее уже вижу. Импорт. Окей. Окей. Книга 2. Книга 2. Так. Что-то не очень понятное. Что-то, да. Видимо, слишком много данных. Как вы считаете? Многовато. Давайте попробуем сократить количество данных. Не хочется, конечно, но... Очистим количество данных. Пусть будет больше всего здесь Excel. Так. Чуть поменьше Java. Ага. Excel он видит хотя бы? Так. Excel 15, Java 14. Такое ощущение, что не видит. Так. В настройках. В настройках хочется немного больше под наш цвет. Более-менее. Здесь есть возможность точного ввода 16-ричного значения цвета. Но обойдемся без него. Пусть у нас будет здесь по-разному раскрашены более-менее в наших цветах представлены данные. У нас больше данные похожи на такие вот голубенькие, зеленоватенькие. Но вот этот цвет меня смущает. Слишком ярковат. И сейчас я его заменю и будет готово. Так. Как-то так. Нет. Чуть посветлее. Ну, наверное, да. Или... Ну, вот так, наверное. Все, все, все. Прекращаю играться. Прекратить, прекратить. И... Insert chat. Ну, вот. Превьюшка. Сохраняемся. PNG. Так. И в PowerPoint. Ну, вот, что у нас получилось. Здесь, судя по всему, должно что-то еще располагаться. Картинка. Картинка. Так, это я уже уберу. Развитие видов обучения уберу, поскольку это будет долго. Так, что-то, что-то вот здесь вот двигается, двигается, двигается. Здесь осталось вот чем-то забить еще место. Да. Здесь должна быть еще, еще. Ну, плотная инфографика. Композиция плотненькая всегда. Поэтому, да, Creative Slide меня похвалили. Я понимаю, что это сарказм. Да. Creative Slide. Но если в таком же духе здесь будет приведена дополнительная статистика, то почему нет? Наверное, я даже вот отсюда взгляну карту России и сюда вставлю на задний план. Да. Как-то так. Ну, а этот слайд уберу. Нет, на карте России можно неплохо располагать факты, данные, надписи. А это тот самый объект, который мы с вами еще не отрабатывали. Возвращаюсь. Возвращаюсь обратно в сервис. И, наверное, последнее, что надо продемонстрировать, это как здесь неплохо работать с пиктограммками и как неплохо работать с текстом. Так. В разделе графика у нас есть еще icons, иконки. Ну, вот такого в основном характера, да. Полноцветные иконки. Цветные. Вернее, цветные иконки. Все верно. Моно-иконки. Черно-белые. Ну, здесь долго искать не будем. Мы сразу возьмем уже раздел готовых надписей. Текст. И текст фреймы здесь есть. Какие угодно. Ну, например, идея. Набросаю сейчас несколько. Идея номер такая-то. Так. Ну, что там можно написать? Скидки? Скидки? Конечно же, да. Так. Что еще у нас есть по текстовым иконкам? Здесь были весьма выразительные, когда пробежалась первый взгляд. Ага. Диалоги имеются. Имеются также что-то вроде... Как это обозвать? А, да. Ну, это прям наша жизнь. Социалка, в общем, да. Столько-то лайков. А здесь что? А, это респекты. Почему-то слово респект здесь с проблемой. Прямо-таки. И все это тоже можно таскать в PowerPoint. Текст правится непосредственно здесь или в PowerPoint вносится. Например, здесь я планирую надпись, но у меня пока нет никаких мыслей по этому поводу. Можно же потом. Потом в PowerPoint напечатать. Равно как и слово скидки. Операции, которые здесь возможны с самими объектами, позволяют их блокировать, удалять, устанавливать линки и даже организовывать. Так. Готовые надписи. Готовые надписи может выглядеть и так. Топ-10 чего-то. Так. С объемом даже, надо же. И в виде отдельных записочек, которые так ценны в PowerPoint. Рваные бумажки. Где вы, рваные бумажки? Вот они пошли. Разнообразные бумажки. Так. И может быть что-то еще. Так. Такие визуализации их полно. Ну, может быть что-то вроде этого. Да. Композиции векторного типа. Векторного типа. Ну, венки брать не буду. Ну, а вот сердечки, конечно, в тему. У нас сегодня 10-е, да? Ага. Можно уже готовиться. Все это также переносится в программу. Ctrl-C, Ctrl-V. Очень жаль, но не работает. Я пробовала. Поэтому единственный способ, это все-таки выход в превью. И каждое изображение мы можем с вами сохранить, я надеюсь, в качестве отдельного. И здесь уже можно вставлять. Вставлять как рисунки эти изображения. Так, оно не докачалось что ли? Или в то, что произошло. Или просто вставлять собственные надписи средствами самого PowerPoint. Если мы хотим подать какую-то информацию о том, что у нас, например, может быть, 100 тысяч слушателей в год. 100 тысяч я сделаю цифрой побольше. Может быть, даже пожирнее. А информацию о том, что это 100 тысяч слушателей в год, я сделаю поменьше. Тоже жирным. Все прописные можно. Или не можно? Не можно. Все строчные. Срочные. И приставлю здесь рядышком. Вот этот прием и называется факт. Цифра большая, буковки маленькие. Хорошую заготовку подобную я не нашла на сайте. Видимо, плохо искала. Поэтому решила сделать сама. Возможности PowerPoint это подразумевает. Будет еще, допустим, одна такая же связка. Если мне требуется создать еще такую. А именно? Пусть это будет... Что-то адекватное. 25 новых курсов в год. Как-то слабо, да? Сколько поставить? 250. О! Новых курсов в год. Ну и прочее. Вот это у нас понятие факт. Ну, если таких цифрок еще несколько, то будет совсем хорошо смотреться. Уплотненная композиция. Такова вот характеристика основная для инфографических презентаций. То есть пустых мест, такого так называемого негативного пространства, которое уравновешивает слайд. Такого я не заметила. То есть, если есть свободное место, там точно что-то должно быть. Ну что ж, уважаемые слушатели. Я надеюсь, что я в целом дала основное направление под понятие презентация инфографическая. В которой много данных, бизнес-иконки. И очень надеюсь, что как подобные сервисы, их немалое количество. Мы с вами рассмотрели здесь, пробежались даже по сервису под названием PictoChat. PictoChat есть какие-то хорошие, положительные стороны. Можно брать на вооружение. И примите, пожалуйста, вот этот подарок по курсу Business Icons. То есть можно не прибегать к сервисам, а просто брать необходимые иконочки прямо отсюда. И я даже знаю, что они были отсюда заимствованы для формирования наших корпоративных презентаций. Они выделяются, они копируются элементарно, перекрашиваются и вставляются. Все это совершенно законно и бесплатно, не пиратству, предоставлено компанией PresentationLod.com. Приятный сервис, который еще и радует бесплатными заготовками. А, вот, кстати, факт. Видно? Да. Цифра и гуковки. Использование карт, использование иконок, уплотненная композиция с малым количеством текста – такова основная характеристика инфографической презентации. Если вам будет это интересно, как вообще, как направление, на которое хотелось бы прийти и с 10 до 5 заниматься несколькими вариантами инфографической презентации, набивать руку, набивать руку на сервисов, я еще пока не знаю, чем именно мы будем заниматься, с кем именно будем сотрудничать, то я буду в вашем распоряжении. Уважаемые слушатели вебинара, вам большое спасибо. Спасибо.